Это Культ Просвет, программа, в которой доктора наугрозных направлений принимают участие в дискуссиях о самых животрепещущих проблемах нашего социума. Здравствуйте, я журналист Игорь Альтер. Тема сегодняшней передачи – «Автальмологическая картина Восточной Сибири». В гостях у меня доктора медицинских наук Андрей Щуков и Татьяна Юрьева. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич, Татьяна Николаевна. Рад вас приветствовать. Вот, прежде всего, в этой программе меня будет интересовать, как выглядит «Автальмологический пейзаж Восточной Сибири» сегодня. Ну, давайте вот с этого начнем. Какая принципиальная картина, если вот сравнить их две – здравоохранение, вам оно, в общем-то, известно, как людям, которые очень давно находятся в этом направлении, и своя картина – «Автальмологическая». Вот принципиальная разница, и как выглядит «Автальмологический пейзаж» неоднороден, я бы так сказал. Основную карту, если взять, нарисовать карту, основную территорию занимает МДК «Микрохирургия» и «Глаза». Сколько процентов, примерно? Если говорить по объему хирургической деятельности, мы как-то считали, это было 95%. Ой, извините, 80% всей хирургии Иркутской области – это 85%. Так это же, ой-ой-ой, мягко говоря. Да, по приему, по таким разным терапевтическим вещам, консультативным, где-то 40, наверное. Вот. И, безусловно, имея на территории такой крупнейший центр, научно-медицинский исследовательский центр, который приобрел статус МНДК уже три года назад, конечно, все самые сложные больные, все самые, так сказать, передовые технологии, которые применяются в офтальмологии, применяются в МНДК. Но есть в ГУ, если говорить про город Иркутск, есть еще у нас областная клиническая больница, городская клиническая больница номер 6 на улице Якоби и факультетская медицинская клиника. Железнодорожная еще. Вот это та помощь, которая оказывается в рамках как обязательного медицинского страхования, так и, ну, не знаю, насколько платных там у кого есть, у кого нет. Ну, что касается областной больницы клинической, то сейчас там идет полная, так сказать, реструктуризация отделения, потому что долгое время отделение было, как бы сказать, не очень развитым, как в технологическом плане, так и в кадровом. И с главным врачом проводились раньше беседы на эту тему, но как-то, видимо, офтальмология не сильно увлекала. Пока, как у нас, говорят, как русский мужик не перекрестится, да? Как гром не грянул, а как гром, да, да. Вот гром грянул, потому что стало практически некому работать. Мы приняли активное участие в помощи областной больнице. И сейчас там набираются кадры. Сейчас молодой наш выпускник ординатуры набирает, так сказать, опыт, заведует отделением. Но почему я остановился на областной больнице? Потому что это огромный пласт пациентов из региона, которые не укомплектованы кадрами. И самое главное – это травма глаза. Потому что кроме областной больницы, вот, тяжелую травму глаза никто не принимает. И здесь наша задача – поставить это все на самый высокий технологический уровень, чтобы люди, вот даже наши с вами родственники, не дай бог, мы с вами получили адекватную помощь, чтобы сохранили глаз. Потому что много-много лет мы доделывали работу за областной больницей уже в тяжелых ситуациях, в осложнениях. И не всегда нам удавалось спасать глаза. Вот это такой пейзаж. Что касается региона, ну, здесь я скажу… Там все сложнее, наверное. Ну, там вообще все печально. Практически. Вот Татьяна Николаевна, может, возьмет слово по региону. На сегодняшний день стационары, именно там, где оказывают хирургическую помощь, остался только в Устилинске. В Братске с минимальной нагрузкой они оказывают только первичную хирургическую обработку при поверхностных ранениях и оперируют глоукому. То есть объемы очень небольшие. И по области больше стационаров нет. У меня 2,5 миллиона населения в области. Да, остальные все стационары расположены в городе Иркутске. А в Ангарске медсанчасть, ну, тоже с минимальным объемом. 28-я забыла про Ангарск, с минимальным хирургическим объемом. Частные клиники. Да, и частные клиники на сегодняшний день. Ну, мы если говорим про государственные, да? Ну, да. Плюс, конечно, за последние годы развилась сеть частных клиник, которые некоторым образом перекрывают потоки и, естественно, каким-то, все равно снимают вот эти вот потребности, которые ложатся на государственные клиники. То есть в определенной степени, конечно, нагрузку на себя взяли. А вот я знаю, что в частных клиниках... Я сейчас не про офтальмологию говорю. Работают, ну, случаются часто одни и те же врачи. Он и работает в государственные клинике. Да, он бывает. Нормальная практика. Абсолютно нормальная практика. Нормальная практика. Но дело в том, что частные клиники, вот я, по-моему, в прошлой программе говорил, проблема в честности работы частных клиник. Потому что в погоне за деньгами зачастую, я могу это публично сказать, как главный офтальмолог области, мы сталкиваемся с преступными, я бы даже сказал, примерами. Я понимаю. Когда пациенту не нужно ничего, ему делают операцию, предлагают дорогостоящую. Да, да, да. Ну, это просто, знаете, если бы мы имели рычаги организационные, таких людей... Я вам хочу сказать, в офтальмологии это меньше, чем в других отраслях. В других отраслях намного больше. Вот берут операцию стоимостью 2 миллиона, 3 миллиона рублей делают, потом собирают, я читал все это, потом собирается консилиум и говорят, зачем вы ему делали операцию, она ему сто лет не нужна. После этого неизвестно будет ли жить. Вы знаете, вот мы с Татьяной Николаевной заканчивали вуз достаточно давно. Я тоже там учился. Да. И все-таки принцип, вот как бы сейчас смешно для молодежи, высокие слова, клятва Гиппократа, чистота белого халата, ответственность перед пациентом, вот это все куда-то ушло, кануло. Мне кажется, основная проблема заключается в том, что наши вот эти регулирующие органы, они полностью исключили из возможности оценки, оценки лечебного процесса, профессиональное сообщество. В любой стране, Германию возьмем, насколько я знаю, я там была в этих клиниках. Так как? Ну возьмем даже там, то же самое, вот я знаю, у нас доктор уехал, он работает в Черногории. То есть врач, когда попадает вот в это сообщество, то именно оно оценивает качество оказания медицинской помощи. Ну это нормально. И если возникают какие-то проблемы, то этот врач именно этим медицинским сообществом отстраняется на определенное время. То есть, ну ты сначала достигли. Пока человек не наберет должные обороты. У тебя ошибки в диагностике. Раз, два, три. Вот ты иди обучись, ты покажи, что у тебя ошибок нет, мы тебя дальше допустим. На сегодняшний день мы исключены, даже из процесса лицензирования. А кто так постарался сделать? Ну это уже не знаю, кто так постарался. Это не к нам вопросы, это туда вопросы. Нет, ну это на официальном уровне сверху. Это естественно, на официальном уровне. Я правильно понимаю? Вот вы меня спросите. Я как главный офтальмолог не имею никаких рычагов в руках воздействия на вот нечестных специалистов. А раньше вы имели? Конечно. Раньше, да. А раньше? Раньше это мы говорим сколько лет тому назад? Тридцать, я думаю. Очень давно. Очень давно. Вот. Ну мы с вами уже родились. Ну да, но все равно. Но все равно и даже и раньше таких юридических прав, допустим, что я созываю как главный специалист офтальмологического сообщества, которое у нас закреплено согласно приказу нашего Минздрава именно ведущие офтальмологи. И мы принимаем решение коллективное, единогласное, что этому человеку вообще не место в медицине. Чтобы ходатайствовать перед лишением вообще диплома, не говоря уже о какой-то специальности. То есть такие случаи есть, и их немало, к сожалению. Но мы этого сделать не можем. И ничего мы не можем сделать. И нам юридически, даже органы наши внутренние подключали к решению таких проблем, и они ничего не могут. Ничего, да. А, Татьяна Николаевна, когда у нас в регионе было больше слепых, ну или, правильнее сказать, незрячих, в начале 2000-х или в начале 2020-х? Я думаю, что вот именно в этом промежутке временном сильно ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Да. Единственное, что изменилось, что катаракту убрали как причину слепоты для получения инвалидности. То есть в 2000-х годах именно человек мог именно по катаракте получить инвалидность. И, к сожалению, это, конечно, страшно, но многие этим пользовались, потому что люди на эту пенсию жили. Они жили слепыми, но это пенсия, на которую содержалась и жила вся семья, например, да, где-то в районе. Вот. На сегодняшний день, так как катаракта – это обратимая слепота, то если такой человек обращается в МСЭК, то МСЭК находит возможности, отправляет их в какие-то государственные клиники, и мы этих пациентов оперируем. То есть, конечно, инвалидность по катаракте, она снизилась значительно. Если раньше она всегда была на первом месте, то сейчас она переместилась на четвертое место по катаракте. Понял. Вот. Вот с этих позиций так называемая обратимая слепота уменьшилась, а необратимая, я думаю, что нет. А другая сторона медали. Если мы сейчас с вами возьмем автоматические проблемы региона тех же годов, 2000-х и 2020-х, они будут чем-то отличаться друг от друга за эти 20 лет? Не даже не знаю. Да. Нам удалось немножко решить. Отношение поменялось к проблеме, конечно. Конечно, мы на сегодняшний день можем помочь человеку в том, в чем мы раньше не могли помочь. То есть у нас появились технологии, когда мы раньше говорили, что мы ничем вам, к сожалению, помочь не можем. Это та же самая возрастная макулодистрофия, когда человек слеп на глазах, и мы ничего не могли сделать. Сейчас у нас появилась таргетная терапия, препараты, которые мы вводим внутрь глаза, и мы можем приостановить этот процесс как раз вот эти вот 20 лет. Это появились технологии, когда мы можем справляться с тяжелыми отслойками сетчатки, это осложнениями сахарного диабета, когда мы ничего не могли сделать. Сейчас мы каким-то образом можем человеку помочь. Конечно, технологии у нас сильно поменялись. В этом плане да. Но для этого нужна дорогостоящая брода. Хорошо, это одна часть, а есть другая часть проблемы. Вот берем такую мощную структуру в медицине региона, как ваша, МНТК, вот со всеми претендалами. Вот, Андрей Геннадьевич, вы уже 35 лет. Вот если брать весь постсоветский период, 91-й год, скажем, ну, 30 лет, не важно, вам, как главному врачу, совершенно искренне ответьте мне, когда было комфортнее работать вот на этой временной дистанции, скажем, с начала 90-х годов и по сегодняшний день. И когда менее комфортно, я не имею в виду только приобретение дорогостоящего. Я имею в виду вот внутри комфорта, который вы ощущали, как руководитель крупной структуры медицины. Хороший вопрос. Ну, во-первых, у нас нет главных врачей в структуре МНТК. У нас есть директора и генеральный директор. Ну, пусть так. Нет, и это существенное различие, потому что зачастую главный врач в обычной больнице превращается в завхоз, который отвечает все за покраску, за побелку, за это. Ну, это не должно так быть. Абсолютно не должно. Директор, безусловно, видит где-то, что-то ему подсказывает. У нас работает команда, у меня работают заместители, у меня работают специалисты в различных направлениях, как и должно быть. То есть директор – это дирижер. Правильно. Я тебе представляю, Бакерия, который бы занимался досками, гаражами. Там тоже директор, а не главный врач. Вот это существенное отличие в системе МНТК. А что касается комфорта, ну, конечно, в начальные годы. В начальные. Конечно, в годы работы с Федоровым. Конечно, больше свободы, больше возможностей для маневра, для, так сказать, реализации своей инициативы. И не было такого количества документов, не нужно было дополнительных людей, которые бы писали статистикой, занимались от этого. Абсолютно никакого толку. А занятий очень много, нагрузка колоссальная. Начало двухтысячных. Федоров ушел. Да, и пошло. И потихонечку пошло. И все сложнее, сложнее и сложнее. То есть на личности держалась структура. Вы знаете, здесь нет, вот Татьяна Николаевна поправила, здесь не только на личности. Понимаете, то есть такое количество бумаг, которые мы сейчас пишем, и отчетов, которые… А каждый отчет – это практически монография или диссертация. Да, мне все время интересно, кто их читает. Мне все время очень интересен этот вопрос. Он занимает массу времени, отнимает массу сил. А такого не было. Не было. Мы получили какие-то критерии эффективности, которые нас… Так же, как я думаю, в институте. Я думаю, здесь та же самая ситуация, вот в институте, стенах которого мы находимся, когда критерии эффективности заставляют не мыслить научно, не развиваться, а под эти критерии писать статьи, делать какие-то доклады, защищать диссертации, высасывая их из пальцев, потому что у нас есть критерии эффективности, которые нас требуют. Понимаете? Я должна, чтобы у меня коллектив в год написал там 25 статей, причем в рейтинговых журналах. А кому это надо? А для того, чтобы их написать, нужно сначала сделать огромную научную работу. И из нее уже выйдут эти статьи. А у нас есть критерии эффективности, которые мы должны выполнять. Понимаете? И это везде на каждом шагу. Диана Николаевна затронула, извините. Очень интересную тему, вот про эти критерии эффективности. И один из критерий эффективности стоит так называемая… Как она называется? Доступность территориальная. Экстерриториальность. Экстерриториальность. То есть мы, как национальный медицинский исследовательский центр, обязаны большую часть пациентов… 60% в этом году и 70% в следующем. 70% пациентов из других территорий. А на Иркутскую область только 30%. Вот вы про пейзаж говорили. То есть будем говорить про 30% наших оборотов, мы можем только принять наших больных. Значит, остальные будут стоять в очередях. Почему? Критерии эффективности 70%. При этом нас обязуют поднимать офтальмологию в этих регионах. Чита, Забайкальский край, Бурятия и Саха-Якутия. А у вас вообще нету для этого материальных ресурсов? Нет, у нас нету. Постановление правительства, что мы, как национальный центр, курируем это, и нас должны слушаться. И слушаться, мы учим. Мы учим, внедряем там различные современные технологии в этих регионах. Ну, слава Богу. Но с другой стороны, мы должны лечить их пациентов. У нас ущемленный класс – это пациенты Иркутской области для МНК. Если свои стоят по 4 года… А мы должны оттуда. Хотя те будут помочь. Хотя, если бы уровень… Я ставил вопрос, озвучил в Москве, нашим директором, ни о чем. И получается вообще странная вещь. Мы должны поднять там офтальмологию до уровня практической МНТК, чтобы они оказывали и при сложной потенциале… Это же нереально. Почему нереально? Они реально. Они поднимаются, растут ребята, уезжают там, делают сложные операции. Значит, меньше к нам… Да он вырос, он уехал. Ну, не все. Нет, нет, не скажи. Значит, меньше к нам поток нужен, чтобы стекался. А мы должны 70%. А 70%, да, понятно. Королевство кривых зеркал. Понятно. А вот как отражается слепота на продолжительности жизни? Уменьшает значительно. Есть такая работа, достаточно серьезный ряд работ. Уменьшает? Да. Продолжительность жизни практически на 10-12 лет сокращается. Это не при врожденной слепоте, а при приобретенной. Понятно. А детская слепота, вот какая картина здесь? Ну, в принципе, был период у нас достаточно серьезный, когда у нас было достаточно большое количество связанных с ретинопотией недоношенных. Когда вот внедрялись вот эти вот, опять же, подходы, да, к тому, что должны рождаться и жить дети с любой массой веса. И когда они рождались незрелыми, то, к сожалению, это все заканчивалось вот потом приобретенной слепотой, то есть изменением сетчатки, и дети слепли. Сейчас их научились выхаживать, сейчас процент таких детей значительно ниже. Но, к сожалению, вот окружающая среда, какие-то проблемы, я так думаю, с питанием, стрессом у родителей и так далее, приводят к тому, что все равно врожденной патологии достаточно много. Понятно. А вот как и что изменилось бы в отечественной офтальмологии «Будьте сейчас жив, Академия Федоровна»? Не знаю, мне так кажется, что вот не было бы ничего вот этого, вот этих бумаг дурацких бы не было, которые мы сейчас пишем, что он бы смог это все своей харизмой, своим вот лидерством, энергиям, но смог бы показать, что это все должно быть по-другому. Да, технологии, они вот, самое главное, вы знаете, чтобы было, я думаю, что российская офтальмология, именно не только в технологическом плане, но в плане производственном, она бы сейчас котировалась так же, как и зарубежная. Ведь когда был Федоров, то и Россия, и все близлежащие страны покупали у нас хрусталики искусственные и расходные материалы. А сейчас, к сожалению, почему-то российские хрусталики перестали котироваться. А, но они же качеством хуже не стали. Они немножко отстают по технологическому уровню. А, уже не тот уровень, я правильно понимаю? Там роста, здесь все понятно. Да, именно качество, как вот для, я бы так сказала, то есть есть же сейчас хрусталики, которые позволяют видеть на разных расстояниях, которые позволяют корректировать астигматизм и так далее. Ну, то есть уже с более сложной оптикой. Там джип появился, а здесь бухарка. А здесь пока у нас остается запорожец. Он хороший запорожец, он на ходу. Он качественный, он качественный. Первая машина, которую купил. Да. Горжусь, что был в первых рядах. 23 года, если не ошибаюсь, прошло со дня гибели академика Федорова. Вот остались ли какие-то замыслы этого великого ученого, которые пока не внедрены в практику отечественной офтальмологии? Все собирают про Федорова материал. Вот я буквально недавно записывал свои воспоминания. О нем, какой он был человек. Действительно, это планетарного масштаба. Такие люди рождаются, наверное, раз в тысячелетие. Поэтому он ведь, так сказать, генерировал идеи постоянно. И радовался, как ребенок, появлению чего-то нового даже не у себя, а даже за рубежом. Как он радовался, когда мы имели возможность даже приобрести какой-то зарубежный аппарат и делать совершенно на другом уровне. А сам он, конечно, все время что-то сочинял, придумывал и многое воплотилось. Но он пионер. Пионер широкого использования. И имплантации, значит, кератотомии, операция по снятию очков, глаукомных операций. Да много-много в чем. Поэтому, конечно, он что-то бы придумал. Мечта его была чуть ли не в космосе оперировать. Я думаю, что он бы, может быть, это и добился. Вопрос о том, что таких людей, которые могли бы пробить свои идеи, нет. Равных и утром нет. А вот как-то незаметно подкрадывается и ваш юбилей, вы вот возглавляете иркутский филиал МНТК уже 30 лет, но в следующем году. Ну, что успели сделать за это время, знают за 30-летие, знают многими. А вот что не успели и чем недовольны? Ой, вот Татьяна Николаевна не хуже меня знает, чем я недоволен и что я не успел. У нас в 10 лет он был генеральным директором, непрофильный специалист по специальности хирург-проктолог. Это, который говорил, нельзя было слово вставить. Нельзя было, да, да. Я помню. И вот многие идеи, которые в то время возникли, главные возможности были. Об открытии крупного центра в Братске и переезда с отдаленного района Крылатый в центр города, где нам мэр Братска предоставлял бесплатно, там более тысячи квадратных метров зданий, для того, чтобы мы там работали на широкую, так сказать, уже по современным технологиям, и детство, и лазерная хирургия. Он не дал ответ, не согласовал этот вопрос вообще. То есть это не стоило вообще ничего. А вот сколько много надо ума иметь и какого изысканного ума, чтобы проктолога поставить, руководить МНТК российского масштаба? Следующим директором... Это кому в голову-то пришла такая светлая идея? Это с каким умным человеком надо быть? Ну, это кто-то пролоббировал его назначение. А следующим генеральным директором, исполняющим обязанности, у нас в течение года был уролог. Почему вы так смотрите узко только проктолог? У нас еще не было только гинеколога. Ну, все впереди. Ну, не знаю. Но сейчас, слава богу, молодой офтальмолог. И надеюсь, что он только начал. Хотелось бы, чтобы получилось все у него. Мы будем всемирно помогать ему. Потому что нам надоело за эти годы вот это, так сказать, непрофессиональное общение и тормоз. Мне напоминает такой анекдот. Говорят в Одессе, Когда вся Одесса отмечала юбилей Академика Филатова, ему мастера той медицинской структуры, где он работал, преподнесли живой глаз. И принимая этот подарок, он сказал гениальную вещь. Я только сейчас очень радуюсь, что я не гинеколог. Да, но при этом он очень любил женщин. Это не возбраняется нигде никаким указом. Это тут все в раздору. Да, да. Ну, вот такие метаморфозы мы прошли за эти годы, после ухода Святослава Николаевича. И, конечно, если бы было более эффективное руководство, мы бы больше сделали. А вы знаете, вот то, что у вас один руководитель был проктолог, другой уролог, это ведь, если вдуматься, это ответ на вопрос, почему не так давно, может, год-два или не знаю, совсем недавно, президент страны, когда речь шла о проблемах, какие сейчас в стране, он сказал, где у нас беднеет население и проблемы со здравоохранением. Но если в здравоохранении офтальмологии могут командовать урологи и проктологи, это действительно, очень мягко говоря, возникают некоторые проблемы. И тут мы впереди планеты всей. Спасибо. Вот на этой торжественной ноте мы закончим нашу вторую программу. Я благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok